Обещанное вскрытие, занятие длинное, не на полтора-два часа, как обычно у нас, а часа на три-три с половиной, потому что быстрее мы просто не уложимся. Для проведения занятия публика разбирается на бригадах из двух человек. Всего у нас будет три бригады, у нас шестеро. В каждой бригаде один оперирует, второй ассистирует. Сложно сказать, чья роль важнее. У ассистента очень важная роль, из него червы, работа трудная. Вот я на администрационном вскрытии буду один на работе, но я уже столько лет тут все делаю. И все равно с ассистентом мне намного проще. Во-первых, упаковочку маржевых салфеток. Они вам нужны, вот это раз, зайти в аптеку. Салфетки вам будут нужны и для фиксации материала, и для поддержания частоты на операционном поле, ну и просто руки протереть. Салфетки именно марлевые, а не вот эти влажные. Влажные нам не нужны совершенно. Уж чего-чего, а влаги будет предостаточно. Во-вторых, вон мусорных пакетов. Операционные поля на парте, как их делать, я покажу. Ничего сложного здесь нет. И они будут, собственно, мусорниками. Во время работы вам мешают на операционном поле, просто сваливаются в пакет. Пакет вяжется, собственно, на крючок. И без всяких проблем. Это вторая вещь, которая нужна. Основным рабочим инструментом у нас будет не скальпель, как вы, наверное, посчитали, а ножницы. Хирургические ножницы. Работа со скальпелем требует уже очень хороших навыков. С ножницами работать проще. Хотя там тоже есть ряд своих наворотов. Неплохо притащить еще свое полотенце из дома. Тут не берите большой банной, оно вам совершенно ни к чему. Просто по ходу дела вымыть руки. Вода есть в двухсоседних кабинетах. Рыба мне нужна примерно за час до занятия. Я ее декапитирую. Декапитация – это самый безболезненный и самый надежный спрос умершения. Это разрыв связи между головным и спинным мозгом. При этом остановка дыхания, сердца и всех прочих процессов происходит, во-первых, молниеносно, в ту же секунду, а во-вторых, совершенно без всякой боль. После декапитации живое существо уже таковым не является. Но увидите, вы будете работать с рыбами, ну, примерно через два часа после декапитации. И сами посмотрите, что там будет с сердцем. А сердце еще будет работать. Рыба выпутрашена. Давным-давно она уже не является живой, а сердца работают автоматеют. После того, как я провожу демонстрационное вскрытие и показываю, как и что делать, на что обращать внимание, бригаду получают по своей рыбине и начинают работать. После завершения вскрытия выкладываете рабочее поле так, чтобы было удобно, его хорошо видно, обоим людям из бригады, и делаете зарисовочку. Зарисовку не в теневой технике, а в технике заливки. Ну, я вам показывал зарисовку вскрытия. Вот, собственно, на эту работу меньше, чем в 3-3, 4-3,5 часа мы не обернемся, это точно. Так что занятие будет длинное. И перед этим занятием крайне желательно понимать, что вы видите, потому что просто так занятие, ну, совершенно лишает смысла. Вот, собственно, для этого мы с вами нахологию позвоночных.